Поговорим о коронавирусе. Немножко конспирологии в порядке бреда. Ну что, кто следит за этой темой, тот знает следующее. Коронавирус поражает в основном стариков. Основное количество умерших это люди старше 60 лет. Они гораздо тяжелее переносят заболевания, они быстрее и умирают. Те, кто помоложе, выздоравливают. А дети вообще не заболевают. Ни одного случая неизвестно, когда заболел бы ребенок. Удивительно, не правда ли? Вот так. Ну правда, есть такая теория, что дети, особенно которые посещают различные дошкольные учреждения, они перекрестно иммунизированы различными другими штаммами коронавируса. Ведь коронавирус известен очень давно. И есть гораздо менее вирулентные штаммы, которые постоянно находятся в окружающей среде. И люди постоянно болеют. Это вот этот штамм такой, скажем так, опасный. И поэтому дети в садах, дошкольных учреждениях, в школах постоянно заражают друг друга коронавирусами. Различными, всякими, разными. И у них появляется перекрестный иммунитет. И потому они не заболевают. Или заболевают в настолько легкой форме, что у никого не возникает даже подозрения, что это вот этот самый коронавирус. А вот люди постарше, другое дело. Ну так вот, видите, два факта. Заболевают те, кто старше. Умирают в основном старики. Не в основном, а старики. Дети не заболевают. Просто взрослые выздоравливают. И приобретают иммунитет, само собой. Так вот, в чем же конспирология. А вдруг? А вдруг действительно это утечка или специальное внедрение какого-то специального боевого вируса, который направлен на то, чтобы омолодить население планеты. Вы ведь знаете, что есть целый ряд развитых стран, в которых население постоянно стареет. Продолжительность жизни там достаточно высока. Люди все в большем количестве находятся на социальном обеспечении у государства. Это пенсионеры, инвалиды. Много детей же не работает, но их исключим мы. И получается так, что количество неработающего населения превышает количество работающего, которое должно их обеспечивать как бы. И много социальных гарантий государство должно выплачивать. А государство обременяет, распределяет и накладывает ответственность социальную на бизнес, на крупные корпорации. Ну и само государство тоже должно как-то распределять бюджет. Ну и собственно, вот с точки зрения любого государства, в котором много старого населения, мы это кстати видим, и по государству, которое нам очень близко, государство не хочет, чтобы население старело. Оно не хочет, чтобы люди доживали до пенсии, чтобы на пенсии они получали деньги и так далее. А как это сделать? Ну вот я говорю, надо, чтобы они до пенсии не доживали, чтобы не пользовались социальными гарантиями. А это получается само собой, если они умрут. И почему бы с точки зрения злодея не выкосить старшее население планеты, старое население, и оставить только работоспособное, молодое, да? Это ж так хорошо, так выгодно. А почему Китай? Ну, об этом трудно судить. Может быть, хотели на азиатах отработать. Это безэтнической всякой темы, я говорю. Потому что в Японии самая большая продолжительность жизни. По 90 лет живут люди. И больше. А может быть, просто европейские страны, западные, решили запустить заразу оттуда. Во-первых, почему Китай? Из Китая быстро все распространится. Вирус-то какой у нас? Мы знаем, что этот вирус отличается еще и тем, что он легко распространяется на вещах. Он довольно продолжительное время может находиться вполне себе в рабочей форме, на поверхностях каких-то предметов. А сколько Китай рассылает? Оборудование, ширпотреба, Али, Нодэкспресс, вот эти вот все. Понимаете? Оттуда можно заражать народ-то очень быстро. Китайцы мобильные. Среди них зараза бы быстро распространилась и так далее. Они распространили бы его по всему миру. С Индией, например, бы хуже все пошло. Это не такая страна, откуда велик поток людей. Хотя, конечно, туристы, безусловно, посещают Индию. Но они находятся в основном все в туристических зонах. И вот под шумок, вернее не под шумок, а чтобы не создать лишний шумок и не создать такой темы, чтобы не заподозрили Европу, страны Европы, или Америку, или мало ли там кто. Это я так в порядке бреда, опять же. Запустили из подальше. Из Африки не запустили. Оттуда бы хрен распространилось быстро. Вот так вот, друзья мои. Вдруг население планеты действительно моложе станет. Пандемия распространится. А ведь умирает довольно много народу. Больше, чем от обычного гриб, как оказалось. А процент велик. Понимаете, да? До 4%. То есть из 100, представляете, 4 человека. Это нехило. Очень нехило. Ну вот. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Я говорю, что это просто точка зрения в порядке бреда. Высказывайте свое мнение. Будет интересно. Салют. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok